Это международный проект по толерантности. Участвует наша школа, гимназий номер 1 и Мелькарского, Вильнюсская школа Сантера и Псковский технический лицей, куда мы, собственно, ездили недавно. Недавно к нашему проекту присоединилась школа из Калининграда и из Варшавы. Цель поездки в Псков было поучаствовать в дебатах. Я сама участвовала, мне очень понравилось. От нашей школы было 9 представителей, 3 команды. Ну и, собственно, из Псковского лицея тоже. В феврале мы ждем их к себе на нашу февральскую конференцию новой филоматы. Собственно, и ребят из Вильнюса тоже. В Пскове мы были 4 дня. Первый день мы приехали, но было уже довольно поздно, поэтому мы просто расселились и пошли спать. Второй день мы собрались в школе, нам устроили маленькую экскурсию полицею. Человек недюжинной силы известный. Он каждую скобу разгибал. Но однажды пришли псковские мастера внести скобу. Он эту скобу не смог разогнуть. Оттуда от слова «скоба» пошли ездить в скобарет. Позже мы отправились на экскурсию в село Михайловское, пушкинские места. Там мы видели, как жил Пушкин. Мы прошлись по аллеям, по которым ходил Александр Сергеевич. Видели его дом, дом его няни. Видели избушку на куриных ножках. Видели дуб у лакоморья. Кота ученого, которого завели смотрители. Также видели дом первого хозяина музея. Следующий день, это уже игровой день. Были две игры дебаты. Первая по смертной казни. Смертная казнь может или не может быть оправдана. И вторая, это творчество Пушкина современно в наше время. Долгое время к смертной казни относились как к возметителю преступнику, к устрашению его и других членов общества. В современном тензионном обществе смертная казнь во многих юрисдикциях является незаконной, а в других законным уголовным наказанием, лишь за чрезвычайно тяжкие преступления. Существует в наших государствах, но в отличие от Беларуси, в России не применяется, на нее стоит мораторий. Хотелось бы ввести с понятием моратории. Это отсрочка или воздержание каких-либо действий на определенный или неопределенный срок? Человек, согласно принципу Толиона, который подразумевает значение «око за око» или «зуб за зуб», когда горит костер, стоит ли из-за этого тушить весь костер, чтобы остальные намерзли. Позвольте узнать, а вы считаете, что можно сравнивать тушение костра, которое можно опять зажечь, и смертную казнь, которая не может быть обратимой? Я сравнивал не сам пример, а возможность ошибки. Доказывал, что ошибка существует всегда и везде. И человеку, и обществу от этого нельзя уберечься. Многие заключенные говорят, что они хотели, они сами хотели, чтобы их казнили, потому что условия в тюрьмах, мы знаем, не достаточно хорошие, не премьерные для жизни. Прямо в чем-то наше. Не считаете ли, вот вы говорили, что люди, осуществленные на положительное заслечение в четырех стенах, они горят себе? Они сами себя выбывают? Корято-сидейное. Разве это гуманно? То, что они убивают сами себя, мучаются? Я считаю, что это будет вполне равносильно тому, что такое преступление они совершили, потому что они должны нести такое наказание за содеянное собой, поэтому я считаю, что это вполне подходит. Прошла одна наша команда в составе Нади, Саши и Ксюши, и команда из Пскова в составе Саши, Антона и Лизы. После дебат мы отправились именно на экскурсию по городу Псков. Нас водили по центру, а также позже отвели в Кремль псковский, и по нему была тоже отдельная экскурсия. Ну и четвертый день, прошла финальная игра по теме «Толерантность должна иметь пределы или не должна иметь пределы». «Толерантность» — это социологический терм, обозначающий терпимость и нового мировоззрения, образу жизни, поведения и обычных. «Толерантность» — нерадо-сильно-безразличие. Она не означает также принятие иного мировоззрения и образа жизни. Она заключается в представлении других права жить в соответствии с их собственным мировоззрением. «Толерантность» означает уважение, принятие и правильное понимание других культур, способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. По итогам которой победила наша команда. После игры было награждение, где каждый участник получил грамоту. Поздравления нашей команды. И финальная песня белорусов «Цудовное далеко» мы исполнили для ребят из Пскова. Показать нашу белорусскую мову. Ну вот, подошло время уезжать, и все стали обниматься, все понимали, что пришло время расставаний. Мы фотографировались, обнимались, плакали, никто не хотел уезжать, ребята не хотели нас отпускать. Хотелось все встаться хотя бы на еще один день, но нам надо было уезжать. И еще долго в автобусе мы вспоминали, как мы провели эти дни, обсуждали эмоции, впечатления, которые мы пережили. Батарейка 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 Батарейка